Девушки отдыхают 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 школьников была надзвучай насыщенной. Гомельчанам есть, что показать своим коллегам из всей республики. Одним из таких яскаровых прикладов может служить Гомельский областный центр техничной творчести, который на базе профессийно-техничного колледжа машинобудования презентовал инновационную пляцовку «Инопарк». Это сучасный детячий центр науковых открытий, который работает в 6-й школьный день. Его главная задача – популяризация науково-техничной творчести, выявление и развитие детячего потенциала в сфере технологии нового поколения. Тут же была продемонстрирована науковая доследовательная лаборатория «Улибинград», где за довольнением занимаются дети от 6 до 10 лет. Электронные конструкторы, мобильная лаборатория, с допомогой яких можно наглядно убачить процесс выпрацовки энергии ветра, солнца и воды, а так само водородной и механичной энергии. Немалый интерес у наведвельников выкликала выстава робототехники – техничной творчести студентов навучальных установ Гомеля. А переможцы гидбригад традиционного конкурса «Энергомарафон» в гульнявой форме рассказали гостям, як необходно экономить электричность, тепло, воду и іншие природные ресурсы. А потом гостина запросили у дельников семинару у областный музей энергосберажения, один и у республицы инновационный навучальный центр по экономии и беражливости, який уже стал саправдной визитной карткой Гомельщины. Дарайше экскурсию для своих коллег правил начальник управления эдукации Гомельского облаканка Сергей Порошин, який поделился опытом створения музея, познайомил с экспонатами не только на словах, але и на справе продемонстровал принципы работы электростанции. Век 21-й связанный с экономией, энергосбережением и современными достижениями по энергетике для творчества детей очень важно, потому что, зная историю, развитие энергосбережения, есть будущее. Если мы этого делать не будем, то очень трудно двигаться вперед, мы теряем время, а время – это самое дорогое, что у нас есть. Тамара Белицкая, Сергей Нигеревич, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель. Сегодня означается День библиотек. Профессийная свято для директора областной универсальной библиотеки имя Ленина Марыны Рафеевой пошалося за эфиру на Радую Гомель+. У промоем эфиры программы «Задай пытание уладе» Марына Рафеева отказывала на пытание слуха шоу. Кировник Алунной библиотеки в области распавела об досягнениях и ближайших планах. За пошний год с упрационниками Ленинки реализовано некольки буйных литературных проектов. Сегодня областная библиотека это 36 тысяч шито-шоу и больше, как миллион одинок заховывания. По перспективе засвоения новых электронных методов работы. Сейчас наша библиотека приступила к созданию сводного электронного каталога, который объединит лучшие электронные каталоги библиотек нашей области. Это поможет пользователю, в частности, горожанину Гомеля, он сможет, гомельчанин, узнать, в какой библиотеке находится какая книга и какая библиотека будет ближе к нему, то он и пойдет за нужной ему информацией. Сегодня у областной библиотеки отбудется свято под названием «Чистая английская ночь». Наведовальников шакает сустреча с героями классики английской литературы, фотовыставы, спектакль и рыцарские бои. А кроме этого, можно будет сделать селфи на фоне лондонских пейзажей и отримать уявления об музее Мадам Тюсо. Мероприемство, присвященное активному ладу життя, прошло на пляцовце каля гомельского цирка. Спортивное свято горожанам подарил детяши клуб оздоровленшей и спортивной гимнастыки Маугли. Головными удельниками стали маленькие гомельчане. Спортивные эстафеты, танцевальные флешмобы и бесплатные фотосессии. И это далеко не полный список мероприятий в программе спортивного праздника. В этот день у фонтана развернулось сразу несколько интерактивных площадок и зон отдыха. Так родители могли оставить ребенка за рисованием, а в это время получить консультацию одного из специалистов клуба Маугли. Сегодня мы своим дружным большим коллективом приехали из Минска. И также наши тренеры, администраторы города Гомелях здесь работают. Мы приехали показать свое мастерство, что мы можем предложить на тренировках, чтобы заинтересовать народ, рассказать о себе, кто мы такие, к чему идем, к чему стремимся. Ну и надеемся, что людям понравится. И мы ждем всех желающих в городе Гомеле. Лидерство, ответственность, забота, дружелюбие и, наконец, праздничная атмосфера. Вот главные ценности спортивного клуба Маугли. Всему этому нашлось место на площадке. Любой желающий мог сфотографироваться с героем одноименного мультика «Медведем полу». А запечатлеть момент помогал профессиональный фотограф, причем абсолютно бесплатно. В первую очередь отдали ребенка для оздоровления, для формирования характера, чтобы перешкорный ребенок был более готов к жизни, потому что жизнь наша тоже похожа чем-то на спорт. Тоже есть свои какие-то преграды, которые нужно переступать. Вот с малых лет они учатся. В клубе Маугли заниматься с детьми начинают с двухлетнего возраста. Тренировки проходят в игровой форме. Так будущие спортсмены получают первые навыки в акробатике, плавании, футболе и многих других видах спорта. Главным же направлением является здоровительная гимнастика. Попробовать свои силы в ней на праздники могли все желающие. Тренеры приготовили спортивные эстафеты, а призами за старания стали памятные кубки. К слову, победами своих воспитанников клуб Маугли славится по всей республике и не только. В клубе Маугли я работаю с самого начала его, со дня основания. И детки, которые уже у нас выпустились, которые были моими первыми детьми, они уже достигли определенных больших результатов. У нас есть мальчик, он к нам ходил, был маленьким, а сейчас ему 9 лет, и он уже чемпион мира в своем возрасте по восточным единоборствам. 13 филиалов, два из которых в Гомеле, команда профессиональных тренеров, 8 лет физкультурных побед и более полусутни выпускников клуба, ушедших в большой спорт. А если воспитанники Маугли в будущем решат не связывать жизнь со спортом, их преимуществом всегда будет отличная физическая подготовка, которая позволит претендовать на любые, даже самые непростые профессии. Анна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова